сегодня мы после утрянки добыли несколько птиц велолобый гусь и связь селезень сейчас мы идем их сохранять это видео посвящается ответу на вопрос как сохранить птицу в полевых условиях один из способов который мы сегодня вам продемонстрируем это будет сохранение птицы в леднике вот мы находимся непосредственно на месте где будем хранить закапывать морозить нашу птицу как видно что вокруг нигде абсолютно нет снега такая вот аномалия собак такая вот аномалия степи яма глубокая в ней сохранился снег также еще есть снег под скирдами сена рулонами как правило там даже лед остается на теневых сторонах оврагов и лесопосадок еще есть снег но так как вот мы нашли такое местечко нашу птицу мы сохраним именно в нем такой способ о таком способе вернее нам расскажет мой друг юра да юр таким образом мы частенько сохраняем птицу птица сохраняется в целости и сохранности без каких-либо дополнительных запахов в течение пожалуй до трех дней мы ее закапываем в снег на глубину но как правило 20-30 но может быть 40 сантиметров если есть такая возможность если толщина снежного покрова позволяет это сделать птицу закапываем грудью вниз то есть грудью на снег именно на материковый на глубинный снег их даже в том случае когда снег подтает на поверхности у нас грудь и внутренности птицы все равно будут лежать на холодной льдине на холодном снегу и останутся в сохранности поэтому мы сейчас заканчиваем наши разговоры и приступим к делу да в таких местах снег очень плотный как правило главное не докопать до воды иначе птица вся будет мокрая и щипать ее потом будет очень тяжело может хватит да почистишь мы нужно помнить о хищниках я думаю на моей практике и на моей не было такого чтобы лисы еноты и прочие лапчатые хищники добывать набирались ледниковых гусей тоже не помню такую туда вкладывай счастье леди поможет уложить она уже он готова нести остыла лучше перед тем как сложить в ледник чтобы они остыли на подвесе на дереве обдулись ветерком чтобы не были горячими не сразу пустой зорьки чтобы все равно немножко подостыли до не запали следи ледь иди сюда иди ко мне иди-иди-иди-иди весь в ледник остынь я тоже наверно припекает ну все ты их принесла молодец принесла полосатике принесла до уточка сегодня был добыт честно на маночек подманен отработан очень хорошо оставь его ну что приступаем да как я и говорил укладываем грудью вниз туда можно это еще будет одну птичку уложили грудками вниз спинками вверх головы в сторону чтобы не мешали друг другу вместе с леди будем закапывать нам вот лично в данном случае нужно птицу сохранить два дня до соответственно следующее добытую если будет такого не будем закапывать меди ну не раскапывать вот так вот придет лиса и откопает ваши гусеники вот так вот да или барсук главное не забудьте где закопали леди хватит хватит леди ну в общем то все наверно да и да все один из способов более чем достаточно за два три дня этот снег здесь не растает если он не растаял здесь за месяц поэтому все закончили до похоронили пользуйтесь способом это самый простой самый удобный быстрый вот а следующих способах а их еще не менее четырех которых я знаю из них я два активно использую я поделюсь с вами всем пока до скорых встреч ну вот прошло три дня охоты как мы охотимся в этих краях погода испортилась пошел сильный ветер дождик моросит убавился и мы откапываем своих гуськов даю да видишь а закапывали почти на метр плюс 10 бактерии биологические перо вот перо сухое подтверждаю перо сухое птицы не мокрая замороженная не замороженная охлажденная скажем так при этом температуре бактерии не размножаются и не идет процесс пиения что очень важно при попадании по кишечнику по кишечнику передай привет Юра Маме мама привет хе 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 я я я я